Приветствую вас! Давайте мы попробуем с вами разобраться с тем, что вы написали. Вы говорите, у меня есть плохая привычка, мне знает, куда нам делать, слушая музыку, танцевать вами. Смотрите, если у вас появилась привычка, значит она вам для чего-то нужна. И первый вопрос, на который вам насветит себе, это зачем вам эта привычка? Что она делает? Для чего она вам нужна? Какую она выполняет функцию, какую она выполняет роль в вашей жизни? Собственно, зачем она вам? Почему вы это делаете? Это первый и важный момент. Второе, если вы не будете отдавать себе отсчета в том, почему у вас есть эта привычка, если вы не будете отдавать себе отсчета в том, какую роль эта привычка выполняет, то вы никогда не сможете ее контролировать. Заметьте, мы сейчас не говорим с вами о том, хорошо это или плохо. Мы сейчас просто говорим о том, что эта привычка есть у вас. И все. Мы не говорим плохо это или хорошо. Далее, вы пишите. Я не знаю, откуда она взвелась и как от нее избавиться. Ну, здесь, в принципе, вам, мои коллеги, уже довольно хорошо все объяснили. То есть, вы хотите избавиться от этой привычки не для себя, для своей мамы, потому что вы не хотите с ней ссориться. У них такой вопрос. Почему для этого так быстро реагирует ваша мама? С чем связана такая ее реакция? Почему она так реагирует? Кричит, отключает воду и так далее. Подумайте, что конкретно ей не нравится. И подумайте, что бы вы могли сделать для того, чтобы, значит, мама перестала столь болезненно реагировать на то, что вы делаете. Что конкретно ей не нравится. А привычка, на самом деле, хорошая. То есть, она полезная. Потому что, вы говорите, обычно я танцую перед зеркалом, когда очень грустно. То есть, через грудь, вы, то есть, через танцы, вы реализуете, что? Реализуете. Если бы, если бы вы не танцевали, ваша грудь бы, значит, копилась и накапливалась, она бы портила вам, ну, жизнь, например. Да? Вот. И, соответственно, своей моделью поведения, танцами, вы об грусти защищаете себя от грусти. Разве нет? Если так, то объективно зачем от этого тогда избавляться? Ну, правильно же. Наверное, правильно. Вот и нужно подумать об этом. То есть, не убирать привычку. Привычка – лишь симптом, лишь проявление. А подумать о том, я же это делаю, когда мне грустно. Я же это делаю, когда у меня плохое, например, настроение. Так, а почему мне грустно? Почему я принимаю какие-то вещи, например, на свой счет? Да? Почему я так делаю? И, может быть, все дело как-то и есть в вашей маме, например. Ну, так если так, то стоит подумать, а почему ваша мама так себя ведет? И не принимать на свой счет какие-то вещи, которые она вам говорит. И все. Скорее всего, то, что она кричит на вас – это проявление ее неудовлетворенности, ее проблем, ее конфликтов внутренних. Ну и так далее. Разные могут быть моменты. И самое главное, чтобы вы не принимали это на свой счет. Поменьше принимали на свой счет. Допустим, допустим, ваша мама, она кричит на вас, ну, с праздником. Потому что вы, например, расходуете воду, ну, при болоте, вы расходуете воду. Соответственно, если вы расходуете воду, вашей маме, естественно, это не нравится. И вы либо как-то возмещаете ей те деньги, которые ей придется платить за воду, либо вы, ну, как-то еще с ней договариваетесь, что вы, например, оплачиваете сейчас коммунальных услуг. То есть нужно смотреть в корень ситуации и одновременно с этим работать с тем, почему вам грустно-грустно. Тогда и привычка не нужна будет. Ведь вы же, когда вам весело, вы же не танцуете, правильно? Не пытаетесь убежать от реальности в музыку. Ну, наверное, нет. Наверное, нет. Наверное, нет. А почему нет? Как раз-таки именно поэтому. Именно поэтому. Именно потому, что вам это не нужно. Нет потребностей. Понимаете? Нет потребностей. Поэтому, вот я думаю, так можно ответить вам на ваш вопрос. И, соответственно, именно в этом направлении, я думаю, вам надо двигаться. Но смотрите, какая получается не очень хорошая вещь. Смотрите, вы говорите о том, чтобы избавиться от привычки только потому, что ваша мама, ваша мама с вами ругается и вы не хотите с ней ссориться. То есть вы считаете, что она права? Вопрос в том, почему вы так считаете? Почему вы считаете, что она права? Почему вы считаете, что она имеет право вот так себя с вами вести? Вот что важно. Нет ли у вас проблем с самооценкой? Нет ли у вас проблем с уверенностью в себе? Если есть проблемы, то с этим нужно работать. Понимаете? Если есть проблемы с самооценкой, то бы вы не думали так, что человек кричит на вас, а вы должны что-то там делать. Чтобы он был доволен. Нельзя ориентироваться на мнение от других людей. Если это касается только вас, и если другим людям от этого нет вреда. То есть спросите у своей мамы, почему ей так это не нравится? Чем ей это конкретно вредит? Вот спросите у нее об этом. Чем ей конкретно это вредит? И вы получите ответ какой-то. И с этим ответом уже можно будет что-то делать. Понимаете? А привычка вам нужна. Если вы не хотите зайти с ума. Вот так. Так, я думаю, можно ответить вам на вопрос, который вы задаете. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!